здравствуйте сегодня мы продолжаем тему о сердечно-сосудистых заболеваниях сегодня будем говорить о шунтировании и о физических нагрузках после этой операции аорта коронарное шунтирование шунтирование это наложение обхода вокруг суженного участка коронарной артерии в качестве шунта используют собственные артерии или вены это большая операция которую выполняет в тех случаях когда несмотря на полноценную терапию сохраняются признаки недостаточного кровоснабжения сердца и возможности стентирования уже исчерпаны то есть уже видно если нельзя поставить стенд тогда уже приходится делать шунтирование как быть с физической нагрузкой после аорта коронарного шунтирования физическая активность нужна обязательно про больничный этап реабилитации нет смысла сейчас говорить в первые дни после выписки обязательно нужно ходить постепенно расширяет двигательный режим при хорошем самочувствии будет неплохо если вы через пару недель сможете проходить не менее километра это примерно 20 минутная прогулка неспешным шагом пробуйте подниматься по лестнице постепенно ускоряйте темп ходьбы сердце надо тренировать заживление грудины в среднем происходит около полутора месяца поэтому в эти сроки не надо поднимать тяжести более трех пяти килограмм и давать большую нагрузку на руки на протяжении шести недель вам предложат носить специальный корсет или бандаж фиксирующий грудную клетку в течение первого месяца после операции не стоит садиться за руль резкое торможение с ударом грудиной об руль может иметь серьезные последствия вы спросите про теннис мы хотим играть в теннис что же нам делать не исключено не сразу конечно но некоторым пациентам со временем удается вернуться даже к очень активным физическим нагрузкам примерно через пару месяцев после шунтирования желательно провести нагрузочную пробу а эту нагрузочную пробу лучше проводить в специализированном месте сейчас есть специальные программы по кардио реабилитации желательно попасть в такую программу это или в каком-нибудь госпитале или в санатории программа эти есть можно спросить у вашего кардиолога по месту жительства вам все подскажут вот и такой маленький момент что вам нельзя путать есть кардио реабилитация и есть фитнес центры пожалуйста не путайте эти два понятия даже опытные инструктора тренажерных залов не имеют ничего общего со специально обучены специалистами по кардио реабилитации это совершенно две разных специальности и еще такой важный момент многие спрашивают сколько времени будут жить шунты это все по-разному бывает и 30 лет и 35 все зависит от от самого человека операция это шанс а как им воспользоваться решаете вы сами срок работы шунта напрямую зависит от образа жизни это курение питание вес и тщательности приема препаратов если после шунтирования вы продолжаете курить а лекарства принимаете через день через два через три то вспомнили то забыли то опять приняли да еще не не в одно и то же время график должен быть жесткий и чёст четкий регулярность каждый день и даже желательно в одно и то же время чтобы это все было тогда шунт может служить и 15 и 20 лет так что вот от этого все и зависит от самого человека в основном это будет уже все и зависит так что помните пожалуйста все об этом но если операция действительно стала поводом для того чтобы существенно пересмотреть свои жизненные приоритеты то вполне вероятно что шунты будут служить более 10 лет 20 25 30 так что пересматривается после этой операции полностью образ жизни и все привычки тогда все будет отлично спасибо за внимание у нас еще эти дни будут сюжеты про сердце такая у нас задача где-то 10 видео сюжетов короткий сделать сделать об этом самом важном органе человека всем спасибо за внимание до скорых встреч до свидания